Вот верхний позвонок нам демонстрирует нормальную костную ткань, которая должна быть у здорового человека. Видите, такая структура плотная, трабикулярная, такая вот четкая, сохраненная, прямоугольник ровный. Это обеспечивает крепость нашего позвоночника и снижение нагрузок. Тихая эпидемия 21 века. Так во всем мире называют остеопороз. Без боли и без симптомов он может превратить человека в калеку. Кости становятся хрупкими и любое неосторожное действие, даже самый простой чих, приводит к перелому тела позвонка или шейки бедра. Проблема остеопороза большая, потому что около 43% населения России, по данным Российской ассоциации по остеопорозу, уже страдает остеопорозом. Где-то процентов от 30 до 40 имеют такое состояние, как остеопения. То есть минеральная плотность костной ткани, она не в норме, она снижена, но это тот момент, когда мы можем что-то сделать, чтобы пациент не дошел до остеопороза. Первый шаг к выявлению болезни – посещение специалиста. Ко Всемирному дню борьбы с остеопорозом в областном госпитале для ветеранов войн провели бесплатное обследование белгородцев 60 лет и старше. Сначала мы проводим скрининговое тестирование, то есть опрашиваем, были ли переломы, какую терапию пациент получал. Помимо скрининга и тестирования, в дальнейшем, если мы видим, что действительно факторы риска очень высокие, и мы по этому скринингу видим, что риск развития остеопороза высокий, мы направляем на денситометрию. На этой стадии врачи определяют плотность кости, обычно она уменьшается с возрастом или в силу каких-то других факторов. Надеюсь, что у меня все в порядке с костями. Больше всего риску подвержены женщины пожилого возраста, особенно с ранней менопаузой до 45 лет. Также развитие остеопороза встречается у пациентов, родители которых имели этот диагноз. В группе риска курящие – пациенты с диабетом второго типа и ревматическими заболеваниями. Травмы за последние полгода были, падали? Возвращение мозга было. За последние полгода? Нет, за год. Я настолько благодарна, вы просто не представляете, потому что когда вот с болячками дома ходишь, переживаешь, таблетки глотаешь, иногда плачешь. А когда приходишь, тебя так встретили, приветливо поговорили, как-то на душе легче, вот ты выздоравливать начинаешь. Для пожилых людей такое обследование – настоящий подарок. День борьбы с остеопорозом в госпитале так отмечают впервые. Но, судя по улыбкам пациентов и положительным отзывам, подобный скрининг станет ежегодной традицией.